Всем привет, ребят! Сегодня у нас долгожданный обзор нашего дома. По вашим заявкам вы так долго просили, а мы так долго собирались, но сегодня этот день настал. Мы встали утром буквально и решили, что откладывать уже нет смысла, потому что идет уже ремонтные работы начались некоторые. И все-таки нужно уже показать, что есть, как оно есть. И давайте вместе с вами посмотрим. И я вас тоже приветствую. Канал Михов. Да, кто не подписался, подписываемся. Дом находится в штате Южная Каролина, в районе Гринвилл. Погнали! Гринвилл Каунти. Я думаю, Олеся будет комментировать вещи. Нет, нет. Я провожу тебя. Я провожу тебя. Так, вот мы сейчас находимся с лицевой стороны дома. И это парадный вход. Поехали. Которым мы обычно вообще не пользуемся. Да. Почему-то. Тут у нас, кстати, замок упал, висел. Много чего уже упало. Много-много чего, всяких нюансов. Давайте мы просто сделаем обзор, а по всяким нюансам, наверное, может быть, другое видео заснимем. Потому что нюансов на самом деле много. И о многом можно было бы, можно сказать. Но это будет очень длинное. Здравствуйте, мы попадаем в living room. Большая комната с этим потолком. Мне нравится, что здесь много воздуха. В этой именно помещении. Мама! Потолок, видите, высокий вот здесь, именно в этом месте. Сейчас поедем. И вот так это выглядит вход оттуда. Вот так вот, да? Кухонный стол, но это пока временный. Да. Здесь будет дальний в горе. Здесь, где будет стоять стол. Здесь будем завтракать, где-то ужинать. Здесь окно есть. Мы тоже занавесили его пока, чтобы просто соседи к нам в окна не заглядывали. Так как окна очень низкие. Ну, то есть, просто ты можешь все видеть. Окно вы только что видели снаружи, как оно выглядело. Да, здесь у нас кухня, а где нормальная кухня. Средняя. Хотелось бы, конечно, больше, может быть. Но пойдет, нормально. Где-то там... Это классно, что здесь окно есть. Оно открывается, и можно там, типа, передать там ключи, например, для мотоцикла. Стойк. Дальше пойдем. Плитка. Давай дальше. Здесь у нас выход. Второй вход в дом и выход. Здесь ландри находится. Машинки мы сюда поставили. Сушка, машинки. В общем. Так, выход он так здесь. Выход и вход тоже он выглядит. Здесь как бы наша парковка. Здесь удобно приехать на машине. Например, ты приехал с магазина и все выгружаешь на кухню. Все свои продукты. Не надо их внести там далеко. А мы только что... Кстати, самолет лететь. Прикольно. А мы стояли вот здесь только что и зашли вот отсюда. Сейчас я вот так вот... Вот так оно выглядит. А вот так вот товорота на бэкья. Но мы сейчас продолжим. Да, здесь помещается свободно две машины. Гаража у нас нет. Нет. Да, самое главное для мужчины это гараж. Но его нет. Вот так вот. Но зато есть плюсы и минусы всего везде. И здесь у нас тоже. Минусы это нет гаража. Но я в будущем расскажу, почему мы выбрали именно этот дом и почему без гаража. Так что следите, в общем. А сейчас поехали дальше. Дальше уже идет зона, где будет стоять у нас. Здесь камин. Будет стоять диван. Возможно телевизор. Поэтому это тоже все. Камин рабочий, газовый. Газовый камин, да. Здесь уже потолок пониже. В принципе нормально. Ну, как-то комфортно. Нет такого, что он тебе давит. Наверное, нужно рядом не с собой. Вот здесь, конечно, да. Ливинг-рум большой, реально. Большой, здоровый. Можно танцевать, устраивать. Вот здесь выход на бэкьярд. Вот еще одна дверь. Сейчас, секунду. Но мы потом вернемся к бэкьярду. Просто раз уж. Потом вернемся к бэкьярду. Потом отсюда и идешь. Сейчас мы пойдем дальше. Это наши еще сноуборды запечатанные. У нас еще много вещей, которые не распакованы. У нас еще нету этого, ни дивана, ничего. Но мы не торопимся. Дальше это мастер-бэдром идет. Тоже все так. Мастер-бэдром, да. Комната эта немаленькая. Да, вот такая. Я бы сказал, чуть-чуть больше среднего размера. Дальше тут, ну как разумеется, во всех мастер-бэдромах тут идет отдельный туалет с душем. Вот такое вот. Зеркало даже криво еще до сих пор висит. Ты не можешь до сих пор рыбу прибить. Я нашла гвоздь и вставила. Потому что невозможно без зеркала жить. Как это так? Умываться или... И не видеть ничего. Вот здесь есть окно. Вы тоже можно посмотреть на бэкьярду. Тоже на такое вот пластиковое. Вот так вот. Да. Пойдем дальше. К бэкьярду мы вернемся. Поэтому не переключайтесь. Вот здесь... Разложила это. Выбираю цвета стен. Очень сложно думать. Здесь шкаф. В принципе, стандартный шкаф. Он небольшой, не маленький. Короче, такой средний. Ну, бывает. Идем дальше комнату покажем. Потом перемещаемся плавно в другую эре дома. Вот это, собственно, откуда мы зашли. Да, первый раз. И дальше здесь вот отсюда идет разветвление такое. Здесь три комнаты получается. Одну секундочку. Вот здесь дверь. Что за дверь? Люди спросят. Это тоже клозет. Шкаф по нашему. Короче, вот такой вот. Да. Закидали все, короче. Пока закидали. Еще не распределили ничего. Месяц как мы здесь. Да. Ровно месяц как мы здесь. Да. Здесь все там. Еще одна. Здесь ванная еще. Это гостевая получается ванная. Ну, душ здесь стоит. Тоже, конечно, все в очень плохом состоянии. Но это постепенно будет переделываться все. Обычно все так. Так, вот здесь уже ремонтная работа. Давай дальше там. Дайте внимание. Вот это тоже шкаф. Вот здесь вот шкаф. Да, это шкаф. Сторож такой просто. Там полки просто можно что-то. Елку туда засунуть. Немаленько. Вот здесь уже пошел процесс. Улучшение. Нет. Вот смотри. Дернула это сразу. Забуду, что совета нет. Вот посмотрите, как вроде шикарно сделал потолок. Правда? Идеально просто. И посмотрите сейчас, что было вот в этой комнате. В общем, эта комната в процессе. Мы сегодня будем красить стены и, возможно, начнем даже стелить сегодня ламинат. Здесь также имеется шкаф. Но здесь нет туалета. Он идет общий. Здесь очень удобно. Только что мы вам его показали. Дальше эта комната тут не все заброшено. Я так можно засунуть камеру, показать. Тут все просто кинуто. Здесь велосипед. Скоро здесь будет еще мотоцикл стоять. Да, конечно. В общем, да. Это будет. Ну, твоя кровать тогда рядом. Да. И вот был вот такой вот потолок. Вот смотрите, вот так он выглядел. Нет, это очень-очень, да? Не знаю. Вот, кстати, напишите в комментарии, что вам нравится. Гладкий тот, что мы сделали. Или вот этот, как сейчас есть. Old school, наверное, я бы так сказал бы, да? Но вот эти две комнаты, они самые маленькие. И они самые уютные, реально. Вот в них почему-то... Они самые солнечные. Они самые солнечные, самые светлые. Здесь всегда солнце светит, когда после полудня солнце садится в эту сторону. И очень хорошо. И здесь очень приятно находиться. Здесь дом не новый. Чуть в конце мы в видео скажем, почему мы купили, и какого года дом, и какие-то нюансы. Но именно сейчас... Но именно эти комнаты, блин, они такие кайфовые, реально. Вот здесь тоже шкаф. Вот. Как бы тоже такое вот. Ламинат. Ой, ламинат этот карпит. Он, кстати, свежепостильный. Недавно мы будем менять. Потому что у предыдущих хозяев были животные. И это все чувствуется. Дальше комната, это как планируется под детскую. Ну, посмотрим. Пока здесь поставили кровати детей. Потому что удобно здесь. Есть туалет и душ есть. Это удобно для детей. Не надо пользоваться гостевым. Тоже комната... Раньше пользовались одним туалетом, и было все идеально. А сейчас нам уже тут надо... Комната такая же, как наша та. Вторая мастер-бэдрома. Тоже такая немаленькая, в общем. Такой же потолок. С таким олдскульным рисунком. Кстати, кто еще не писал комментарий, напишите. Какой потолок вам больше нравится? Скат здесь уже какой-то побольше. Как будто дверь такая большая. Ну, вот эта дверь, кстати, больше, шире, чем входная дверь. В ту дверь не помещалась кроватка. Да? Вот этот шкаф приятно здоровый. Даже кроватка детская не могла пройти через дверь. Ну, это большой шкаф, да. Здесь просто тоже все... Ну, как большой? Относительно. Есть же, конечно, можно зайти в шкаф и там не одеться, вы знаете. Одеться, но это уже гардеробная. Это не шкаф. Вот еще туалет и ванн, душ. Да. Раковина. Тут нормально, короче. Место просторно. А это выход тоже на... Сбоку. Сбоку, на соседей. Вот так оно выглядит. Вот забор здесь стоит. Здесь такая сторона. Сюда солнце практически не попадает. Даже, я сказал, вообще не попадает. Давай мне, я пока тебя засниму. Да. Ну, короче, наши две комнаты с Олесей и Витьей, здесь они такие чистые для сна. Ну, пока, да. Мы пока сюда решили кинуть кости. Здесь хочется спать и не вставать. То есть, сон прямо классный, аппетитный. А, вот здесь вот стоит установлен кондиционер и... А может, свет включить можно здесь? Нет, там нет. Вот здесь. Кондиционер и отопление, в общем, все в одном. Вот так вот. У нас два кондиционера и два отопления. То есть, два юнита. Ну что, пошел. Все, мы здесь все показали, да? Так. Да, вроде вот все три комнаты. Одна здесь, одна там, одна там. Вход. Ливинг-рум. Кухня. Там ландри. Здесь наша комната. Здесь байк, на котором я скоро буду кататься. Что? Дальше уже бэк-ярд у нас будет. Нам оставили предыдущие хозяева, предыдущие владельцы. Вот этот батут, на котором дети с удовольствием прыгают. Но один нюанс. Здесь часто по вечерам очень сильно кусаются комары. Просто. Сейчас комарок не ощущается осенью, а летом они будут. Вот когда солнышко на улице, они не кусают. А когда только солнце спряталось, все, берегись. Здесь, конечно, по идеалу. Можно было построить беседку. Блин. Как же это? Вот так она стоит, да? Я тоже хочу сеть. Так, погнали дальше. Мне нужно обуться. Возьми. Смотри? Да. Вот так это выглядит с этой стороны. Здесь у нас мангал. Стоит гриль. Еще сапартментов с Калифорнией мы привезли. И чехол валяется от мотоцикла. Про мотоцикл это отдельная тема. Надо будет снять тоже видео. Если интересно. Вот с этой стороны дом выглядит вот так. Здесь забетонированная площадка. Конечно, здесь напрашивается навес. Это ворота. Ворота открываются двухстворчатые. То есть я могу на автобусе сюда заехать даже на траке. Наверное, без трейлера. С трейлером, конечно, тоже можно постараться. Но, думаю, не стоит. И эта калитка отдельно. Дальше. Это у нас вход в котельную. В винодельную. В винодельную, котельную, сарай. Не знаю. Ренат называется сарайник. Сарайник. Это у нас бойлер, который греет в воду. Он газовый. Тут шкафчик. Да, Роберт. Небольшой. Полочки. И, в принципе, вот здесь у нас находятся предохранители, которые отвечают за дом. Погнали дальше. Ну да, за свет в доме, за все электричество. Это пластик. Ну, короче, из говна и палок. Ну, вы сами знаете, что говорить. Дальше идем. Бэкьярд. Вот так вот бэкьярд выглядит. Вот он здесь вход. Как будто торнадо здесь прошелся. Чего все валяется? Здесь надо, кстати, привести его в порядок. Мы не готовились. Да. Я покажу вам потом красивые кадры, как оно выглядит, когда красиво. Здесь в идеале мы хотим посадить много фруктовых деревьев, чтобы собирать собственный урожай. Много ягод можно посадить. Сделать тропинку, чтобы когда будет дождь, чтобы не было грязи. Потому что вся грязь, не грязь, а вся вот эта природная листва, трава, она заносится в дом постоянно. Конечно, хотелось бы это все благородить. Вот эта стена сделана специально как бы от воды, чтобы вода туда не поступала в дом от дождей, когда сливы идут. Очень хорошо продумано. Кстати, там вода не собирается. Но вот там чуть-чуть нужно подкопать будет. Да, там надо будет что-то сделать. И, скорее всего, здесь сзади. Вот это я до сих пор не понял. Но это понятно, слив, а куда он идет, труба куда-то идет, надо будет разбираться. Может, и не рабочий вообще. Может, и не рабочий, да. Но эта стена, это крутая штука вообще именно для этих краев, для этих мест. И хорошо, что она есть. Дальше. Вот дом выглядит с этой стороны. Это камин. Это ливенгрум, то, что там был. Это кондиционер. Сниматерский сам, хочешь поговорить. Вот дерево одно стоит. Да. Да, дерево одно стоит. Вот там Леня уже посадил. Что? Огонь будет там? Где ты там прячешься? Будет огонь. А сейчас такой момент классный. Леня посадил первый из своей жизни виноград. Да? Да. Смотрите, как красиво. Я надеюсь, что будет виноград в следующем году. Здесь тоже вот эта стенка, когда идешь. Тут еще один кустик. Покажи вот так дома. Вот так. Вот с этой стороны. Вот это фронт ярда. То есть, если с фронта ярда смотреть, то там дом кажется очень маленьким. Да. Вот это окно из детской комнаты, которую мы видели. Мне нравится, что соседи как-то вроде и близко, но как-то и далеко. Что на фронт ярде очень много места. И как бы у тебя такая, ну, приватность. Ты ехать хочешь? Да. Ну, давай заснимем до конца и поедем. Давай быстренько папе дадим. Он ровный. Это классно. Да. Вот здесь раньше стоял бассейн. Такой, знаете, который устанавливают отдельно. Он очень был большой. И была отдельно построена, как называется, подиум. Типа как со ступеньками. Вон даже розетка осталась. Вот тут розетка есть. Ну, потому что фильтр, видимо, работал. Тут у нас пчелы. Временно живут. Свет мы пока тоже поставили. Экспериментируем с этим солнечным светом. Тут батареи. Ну, их нужно поменять место. Они должны на что-то светить. А не просто рассеивать свой свет. Пустоту. Легвику и чернику. Два куста. Не знаю. Может быть, надо было ближе к забору сажать. Чтобы это прям по забору все росло. Чтобы место не воровать у себя уже на боке Адрии. Вот не знаю. Напишите, кстати, в комментарии, как правильно. Мы только новички. Садоводство вообще в этим делом. Хотим грядку разбить. Здесь потом еще деревья пару посадить. Лучок посадить там. Петрушку. Укроп. Розмарин. Вот так вот. Смирно. Вот так. Смотрите, как просторно. Здесь можно сутбол играть. Да. Здесь можно сетку натянуть и играть. Да. Для косправ сегодня, кстати, купил два доллара. Да, вот такую штучку. Сейчас посмотрим ее. Дровишки у нас уже появились. Дровишки тоже бесплатно. Так хочется костер разжечь. Ну, сегодня, кстати, можно. Посидеть вот так. Возле костра. Это улей. А откуда вы взяли? Лежали в одном месте. А, не ничьи? Да. Ух ты. У нас все доски с Калифорнией. Это вот сарай. Сарай какой-то есть, да. Он довольно... Хороший. Да, внутри в хорошем состоянии он такой. Я завалил уже. Блин, надо полочки сделать, все красиво. Ну, да. И, может быть, сделаю здесь столик какой-то мини-такую мастерскую для себя. Чтобы можно было сесть, прийти там, что-то починить, да? Да, да, да. Здесь сейчас, конечно, завалено. Расслабиться. Внутри он нафигенно состояние, все. Оно все сейчас так, ничего страшного. Не знаю, может быть, его надо будет обшить. Хотя, нафига это надо, не знаю. Ладно. Ну, если спать здесь не будешь, то? Че тебе обшивать его? Да. Здесь постоянно грибочки растут у нас, кстати. Утром после дождя выходишь, и просто вся поляна в грибах. Так, давайте сейчас про детали. Подожди, вот эта деталь еще мы не посмотрели. Это он сегодня поехал и купил за 20 долларов такую для костра. Хотя бы, что, можно было уже сжечь. Ну, ничего такая, нормально. Пойдет за 20 баксов. На видео она хуже смотрится, чем в жизни. Здравствуй. Мама, я сжараю. Ну, оно, ничего страшного. Дальше. Вам слово. Так, по цифрам, давайте, про детали. Давай вот так на дом, чтобы приселее, наверное. Давай. Скворфит. Почти 1900 скворфит. По заявленным, там в объявлении было, мы, кстати, не проверяли. 1808, что такое. Надо будет проверить. Но я сегодня замерял комнату, даже маленькую. Почему-то 10 на 10 фут. Получается, 100 скворфит, это одна маленькая комната. Что-то, какая-то маловат, не знаю. Может быть, неправильно я почитал. Ладно, дальше. По чем купили дом? Что-то темненький. Купили за 200 тысяч. Ну, это не купили, это в кредит взяли, вообще-то не наш. В кредите, в банке, короче. И вообще, если интересна тема детали, процесса, всего, это, конечно, отдельное видео, поэтому пишем в комментарии. Я обязательно, если много там напишу, давай снимем это все тоже. Потом еще такие цифры. В месяц платим 975 долларов, да. Это цена включает и таксу, налог на дом, страховку, и проценты, и выплата за дом. Но таксу, налог на дом, она, возможно, повысится или понизится. И это, потом мы отдельно еще получим чек, надо будет заплатить. Это еще как бы будет, ну, сейчас 975, в общем. Что еще сказать? Ну, я даже... Вот так стоит. Ну, наверное, вот так вот, да. Нам здесь очень нравится. Месяц жизни, все классно. Мы пока еще все разведываем, все узнаем. Мы вливаемся в жизнь Южной Каролины. И на этом, я думаю, все. Если что-то будет еще интересное, я почитаю комментарии. Обязательно снимем видео. Хочется многое сказать. Мама! Чтобы Зая не говорить, давайте. Короче, ничего, я бы говорю. Ладно, короче, все. Всем пока, всем спасибо. Самое главное, мне кажется, что... Конечно, это, может, не дом нашей мечты, но это первый шаг. Потому что, вот я считаю, что главный момент, что мы сейчас платим за кредит, за аренду, за аренду. Выплачиваем за дом даже меньшую сумму, чем мы платили в Сакраменто, например, за апартменты в бедрумной. И я считаю, что это очень большой плюс. И это не уходит, эти деньги куда-то в пустоту. Это идет в копилочку нашу. Так что, мне кажется, с чего-то надо начинать. И не важно, старый дом, стиль на... Ну как, все хочется всегда хорошее, но не всегда получается все сразу иметь, знаете. И этот именно путь, он, наверное, самый интересный, что ты все проходишь сам. И, наверное, дальше будет больше. Увидим. Посмотрим это видео через два года, и все наши желания и задумки исполнятся ли они, так как мы сейчас думаем. Проверим. А кто еще не выключил это видео, я сейчас покажу кадры, как выглядит дом снаружи, с дороги, с драйвея. Вот как выглядит дом снаружи. Так, вот это наш драйвей. Драйвей наш. Здесь, конечно, поместится где-то машин пять, наверное. Вот так вот. Круто, не круто, не знаю. Короче, пишите комментарии, кстати. Для вас круто, не круто. Нравится вам такая компоновка дома. Здесь счетчик. А, что еще прикол, что здесь нет проводов. Проводов здесь нет. Они все идут под землей. Нет ни столбов, ни проводов. Ноябрь, сегодня 5 ноября. 5 ноября, да. И до сих пор у нас все зелено. Все очень красиво. Погода шикарная. Вот такие здесь солнечные штуки установлены. А, вы не закройте? Вот. Самолет еще летит. Вот так выглядит наша улица со стороны. Все тихо, спокойно, аккуратно. Район офигенно. В плане... Может быть, дома не новые, не такие красивые, но сам район, сама территория, особенно летом здесь вообще красиво. Вот эти лампочки тоже я повесил. Они, кстати, тоже от солнечной батареи работают. Вот солнечная батарея. Он здесь стоит. Ну, там, соответственно, аккумулятор. И все вот так вот заряжается. Вот так вот райончик выглядит. Вообще красота. Класс. Машины здесь практически не проезжают. Только те люди, которые здесь живут. Потому что здесь... Оно так сделано, что только... Ну, просто мимолетный, залетный человек сюда... Сюда тяжело заехать. В общем, потому что так построены дома. Это как бы кор такой. Так, ребята, раз уж такая песня пошла, я немного засниму, вот как раз мы сейчас едем, как выглядит со стороны вот так вот. Сегодня вот мусор забирают и урны стоят. Вот так вот люди гуляют. Здесь и дети катаются на велосипедах. Здравствуйте. Hello, how are you? Ну, так все. Ну, все такие дружелюбные, вообще классно, вот здорово. Да, приветливые. Поэтому я говорю, сюда как бы заехать просто так... Типа проезжала, не получится. Сюда надо прямо... Постараться. Вот это вот весь наш сэпдивижн, так скажем. Мы вот так выезжаем, выезжаем, и потом выезжаем на главную улицу. Но главная улица... Самый прикол, что все, что вокруг, там такие дома уже идут пошикарнее. У нас видно старый сэпдивижн. А здесь вон... Дороги хорошие. Да, и вот, как бы вот здесь уже более такая главная улица. Здесь больше мужчин проезжают. Здесь вот тоже все классно, все здорово. Тротовары есть, можно пушком походить, побегать. Тут еще люди от Хэллоуина избавляются. Пять минут от нашего дома поездить. Площадка детская. В общем, здорово, погода классная. Вот так вот. Стой! На желтый свет ездишь. Ну что, нельзя на желтый свет? Ты даже не смотришь про это. Кактус вон растет. Прикольно. Кстати, вот домик классный. Какие дети? Принцессные. Высокие. Вот здоровый дом. Вот такой вот небольшой какой-то... Походу, это территория... Какого-то дома. Это их личный парк. Мостик сделали там. Все парки. Ладно, все. Теперь точно все. Спасибо, что досмотрели. Поставили лайк. Всем пока. Орди продавцы. Продолжение следует...